Здравствуйте, дорогие друзья! Это канал Все о Кроссовках. Представляем вашему вниманию обзор Nike Pegasus Trail 2 Gore-Tex. Это продолжение линейки трейловых Pegasus, которые начали выпускать в прошлом году, начиная с 36-й модели. На данный момент Nike выделили Pegasus для бега по пересеченной местности в отдельную серию, выпустив новую модель и присвоив ей второй порядковый номер, тем самым отделив ее от AirZoom Pegasus 37. Скажу сразу, что лично мне модель очень понравилась и по дизайну и по амортизации, но, скорее всего, я не буду их приобретать себе, но об этом позже. И, как всегда, перед началом очень просим вас подписаться на наш канал и проявлять свою активность в комментариях, и тем самым вы помогаете нам не терять мотивацию выпускать новые видео. Итак, поехали! Хочется напомнить, что у нас канал не о спорте, тем более не о беге. Мы просто рассматриваем кроссовки, трясем в руках их, так сказать, меряем и делимся первым впечатлением, ну или опытом использования, поэтому не обессудьте. Ну а для спортсменов, коротко о технических характеристиках. Вес в размере 9С составляет 315 грамм, перепад 10 миллиметров, пронация здесь нейтральная, предназначенная для бега по плотному грунту, мелким камням, песку и грязи. Вверх кроссовок выполнен полностью из синтетических материалов. Основа заготовки – это плотная сетка, усиленная вставками из прорезиненного материала в местах расположения отверстий люверсов и на заднике. Сам задник выполнен из материала рипстоп, что очень хорошо. Для удобства надевания тут имеется очень функциональная, мощнейшая петля. Так называемый вход в кроссовок обработан тканью, очень похожей на дайвинг. Из него сделан верхний слой подкладки. Также для фиксации пятки и защиты ахилового сухожилия на внутренней стороне задника имеется накладка, похожая на валик. Внутри кроссовка имеется мембрана Гортекс, которая не нуждается в представлении. Она призвана защитить ноги спортсмена от влаги и ветра. Если посмотреть на просвет, то минимальная продуваемость у кроссовок присутствует. Все в угоду вентилируемости. Но, поверьте, поверхность очень и очень плотная. Поначалу казалось, что просвечиваться вообще не будут. Язычок тут намерто пришит к заготовке с двух сторон. Он сползать не должен вообще. На нем имеется рефлективный логотип с названием модели. Также светоотражающий элемент имеется вот здесь на основе под люверсы. Шнурки тут плоские, тканевые, самые обычные и, как по мне, ничем не примечательные. Стелька тут легко и просто вынимается для просушки или замены. Она тут просто шикарная. Выполнена из спененного материала с угольной крошкой по технологии Artelite и покрыта тканью. Также она имеет анатомическую форму с выемками для свода стопы. Лучше не придумаешь. Перейдем к подошве. Nike убрали из названия слова AirZoom. Следовательно, можно предположить, что никаких воздушных капсул для дополнительной амортизации тут нет. Решили обойтись просто толстенной пеной React. Но им виднее, все-таки не зря там инженеры трудятся, не покладая рук. Подметка тут отливается из терморезины с мощнейшим протектором, который очень эффектно заходит на носок, тем самым защищая его от камней, веток и прочих неприятностей, которые подстерегает бегуна где-нибудь у подножья горы. Теперь о первом впечатлении. Практически год назад, когда я делал предзаказ на них, я решил, что возьму их себе, чтобы неистово бегать в них зимой. Но когда впервые примерил, то понял, что колодка модели мне не подходит. Они очень сильно сдавливают мою стопу. Это даже с расчетом на то, что для бега я всегда беру себе кроссовки на полразмера больше, а точнее 8,5 US. Я даже их максимально расшнуровал, но это мне не помогло. В местах, где язычок пришивается к заготовке, мне дико давит. Может быть, это конструктивный недостаток, покажет время и ваши комментарии. А может быть, у меня просто такая невезучая нога. Поэтому, скорее всего, я их оставлять себе не стану. А так, сидят на ноге очень даже неплохо. Выглядят просто шикарно. Дизайн отменный. Если брать амортизацию, то пена очень плотная и в одно и то же время хорошо подстраивается под изменение рельефа. React рулит. О, цена образования. В США Pegasus & Naga R-Texi стоит на данный момент 160 долларов. Доступны 4 Colorware. Такой, как у нас, черный, самый удачный, как по мне. Есть еще такая белая, песочно-желтая и сине-черно-оранжевая расцветка со светлой подошвой. В принципе, все. Давайте посмотрим, как они выглядят на ноге. Ну, а это был обзор Nike Pegasus Trail 2 Gore-Tex. Большое спасибо за внимание. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Ну и, конечно же, не забывайте комментировать.